Не асфальт делают, а плитку вылаживают, выкладывают. Шла в магазин и напоролась на мужика, который выпил боярышник бутылку и выбросил ее просто вот в кусты. Я ему сделала замечание, что так нельзя, он мне там что-то приплел, какие-то налоги, кто куда что платит, я типа имею право. Вы реально все так думаете, что то, что вы можете платить налоги, то, что вы их платите, вы можете делать все что угодно. Нет. Вышла на прогулку. Задолбало меня все это с больницей, поэтому я решила не расстраиваться и прогуляться. Господи. Что вы думаете, я не дождалась автобуса, простояла полчаса, может даже и больше. И не было моего автобуса. Можно, конечно, с пересадками, но уже времени, короче, на это нет. Я думала, дождусь, сяду и поеду. Короче, нифига. А сейчас мне написали, что пришел мой заказ, который я заказывала. И, в общем, я иду домой за деньгами и посмотреть в интернете, где адрес пункта выдачи. Вот так вот прогулялась. Ищу сейчас адрес туда, куда пришло это все. Я, в принципе, его более-менее помню. Посылка пришла по адресу. Но какое помещение и куда мне обращаться, хрен его знает. Написано русскими буквами доставка МТС. Как бы по адресу такому-то. Я так понимаю, это в магазин МТС. У нас как раз в этом здании по этому же адресу есть магазин МТС. Магазин связи. Как-то стрёмно туда подходить и спрашивают это все. Как бы какое отношение имеет магазин МТС к заказам САЗОН? Вообще, как бы в душе. Не знаю. Но буду идти позориться, короче. Я даже не знаю, где мне забрать этот заказ. Больше ничего не указано. Я как бы думала, потом пришлют номер телефона какой-то. Как можно связаться с теми, кто выдает заказы. Ничего. СМС-ки прислали номер заказа. И как бы уведомили, что пришло в пункт выдачи. Ладно. Окей. Будем пробовать. Казапарк. Консилиум у бабушек и автомобилистов тут скандалы устраивают. Кому-то парковку тут закрыли. Забрала я заказ. Все так миленько. Все так чинно, благородно. Прямо как будто не мой день сегодня. Не может быть, чтобы все было так нормально. Но как бы это не со мной. Со мной обычно все по-другому. Все через жопу. Сейчас приду, посмотрю, что там, что там, что там. Вот такая вот красота мне пришла. Это масло. Вообще масло для лица и тела от Organic Thai. Я слышала об этой фирме от Ирэн Влади. И вообще не знаю, что это, как это. Ой, какой миленький песточек. Короче, у меня заканчивается мой крем. Превосходный крем, корейский. Но такое же я решила не повторять. Потому что, ну, как-то он и дороговато стоит. Что-то около полторы тысячи. Не хочется больше тратить такие деньги. Да, тут крем хороший. И 100 миллилитров там надолго хватает. Но вот эта баночка, по-моему, здесь 120 миллилитров. 120 миллилитров здесь. И эта баночка мне обошлась в 600 рублей. Как бы я думаю, и так все понятно. В общем, буду пробовать. Ждала я его с нетерпением. Потому что, блин, там написано было ждать около месяца практически. Но дошла посылка, по-моему, за две недели, если я не ошибаюсь. Ну, как-то так. И пунктов выдачи очень много. Это никакая не реклама. Просто вот первый раз вообще заказывала с Азона. Поэтому очень даже удивлена, что все очень быстро дошло. И в целости, и в сохранности. И все забрала быстро. Все, как я уже говорила, очень наблагородно. Кстати, та посылка от Суэфил, которая подвеска моя, именная. Она до сих пор не пришла. Уже, я не знаю, уже месяц, наверное, как идет. Несусь в больницу. Надеюсь, успею на этот раз. У нас сегодня такой ветер, но на улице довольно-таки тепло. Короче, у меня нервный тик. Нервный снег. Я уже просто даже не знаю. Сначала у одного терапевта. Терапевта. Оказалось, что мой терапевт уже работает. Уже как неделю. В итоге она мне сказала, что у них нет тоже таких полномочий давать в ту клинику направление. Она говорит, я вообще не знаю, как туда люди попадают и лечатся там. В общем, все равно я взяла направление к неврологу. Не знаю. Пока направление у меня аж на следующую неделю. Поэтому пока у меня есть время, съезжу в ту клинику сама. Поеду я в нее завтра узнать, что как к чему. Потому что меня задолбало это. Никто ничего не знает. Вообще сидят для чего там эти врачи. Я не знаю. Так что под этим действием я все-таки сегодня выберусь. Туда, куда я хотела. Ну все. Я наконец-то поела. Сделала все дела. И вот только сейчас иду на автобус. Иду на другой автобус. Не на тот, который я вчера ждала и не дождалась. Иду на другой, потому что тот я вероятнее всего дождусь. И вероятнее всего уеду. Потому что он ходит намного чаще. Еду я, кстати, в парк. Или как это называется. Какой-то там физкультурно-развлекательный, лечебно. В общем. Короче, я напишу здесь, как он называется. Не помню. Вот туда я еду. Я там не была. Просто посмотреть, что там, как там. Отдохнуть. Поснимать. Уйти от этих мыслей, которые меня одолевают. Меня просто псих давит по поводу больницы. Я вышла не знаю где. И не знаю, куда я иду. Все супер. Вообще я вышла на остановки. Но вышла на несколько остановок раньше. Потому что, не знаю, почему-то тугиз мне показывал, что восьмидесятка едет прям вот до парка Олимпик. Но я доехала до самомойки, которая двадцать четыре часа. Иду по дороге. Но думаю, нужно мне куда-то свернуть. Потому что я уже задолбалась эту трассу слушать. Наконец-то. Вапах природы. Тут вообще такие заросли. Но мне это нравится. Мне нравится, что все такое дикое. Мне, кстати, не очень нравится, что наш сквер, который возле моего дома, приводят в порядок. Я не знаю, может быть, это как-то и глупо. Потому что парень мне говорит, что наоборот хорошо. Ну, в принципе-то да, в целом. Это хорошо, что наводят порядок, облагораживают. Но мне больше нравилось вот такое диковатое немножко его состояние. Мне бы, знаете, вот такие вот из бревен всяких какие-нибудь лавочки самодельные. Оно какой-то вид особый имеет за счет всего этого. Какой-то, знаете, вот свой какой-то вот антураж. Куда я приперлась? Я заблужусь здесь. Я вот чувствую уже. Главное, с моей удачей не напороться еще на всяких озабоченных людей. Я, наверное, сверну. Потому что там идет мужик какой-то. Еще подумает, я за ним, я к нему. Ну, как многие думают, что все вертится вокруг их личности. Дороги, дороги, леса, леса. И нет конца и края им. Я знаю, здесь можно дойти до речки, но... Ясилица такая масенькая. Я не смогу ее вам показать. Зебка такая. Короче, я просто не дойду до этой речки, потому что я знаю, что там далековато до нее. Тем более, я еще в такой обуви. Я в туфлях. Кто меня назовет... Как это? Умной, да? Не знаю. В общем, вчера я собиралась в юбке и в кедах. Сегодня я в штанах, но в туфлях. Ну, как бы не на каблуках. Но все равно, это не та обувь, в которой стоит гулять вообще по лесам. Я сюда пришла просто для умиротворения. Да и вообще не была никогда именно в самом парке Олимпик. Говорят, там красиво, прикольно. По каместе я вижу какую-то дикую местность. Я сомневаюсь, что это парк. Может быть, я иду по направлению к нему. Но я нашла ягодки. Это же ягодки можно кушать. Я забыла, как они называются. Но эти ягодки, по-моему, можно кушать, если я не ошибаюсь. В общем, я одну съела, и надеюсь, что со мной ничего не случится. Я вообще не лесник и не разбираюсь во всяких этих ягодках. Особенно в диких каких-нибудь, да и не в диких. Я выросла в своем доме. У нас был свой огород, было даже свое хозяйство. Но я нихрена в этом не соображаю, потому что это было много лет назад. И, во-вторых, я лишь просто помогала. Чисто делать что-то самой я не делала. Грибочек! Я прям, знаете, как это? Грибочек! Жучок! Я вообще хочу найти место какое-нибудь живописное. Но кроме срача вообще вокруг... Не знаю, вам, наверное, его не видно. Но тут повсюду мусор. Кроме мусора я ничего не вижу. Вообще стоит, наверное, карту открыть. Эта местность мне немного напоминает лес, лесопарк Вступино. Потому что... Ну, как бы... Лес. Он в Африке лес, наверное. Так, а мне хочется посмотреть свое местоположение. Я, в общем-то, в принципе, не особо-то и далеко от... Но мне хочется посмотреть, речка где. Что-то, короче, вообще зелень, зелень, зелень. Кругом зелень. Да, блин, уйди! О-о-о! О, да! Она есть. Но до нее хренячить еще и хренячить... Это, мне кажется, невыполнимо. В общем, посмотрим, насколько меня хватит. Здесь еще и люди ходят. Я так понимаю, грибы, наверное, собирают какие-нибудь. Может быть, ягодки. Знаете, везде такие звуки, которые меня настораживают. Это, честно, вот стремновато. И не хотелось бы, опять же, нарваться на кого-нибудь. Или на что-нибудь. Я надеюсь, здесь диких животных не было. Блин, ну, как обычно. Полина подготовилась. Сила. Сила. Украинка во мне заговорила. Села камера. Вернее, садится. Я не знаю, насколько ее хватит. У меня есть, конечно, другая камера. И ее. Я не знаю, насколько хватит. Что это такое? А вон там увидела мужика, который шел впереди меня еще хрен знает где. Кстати, по поводу клещей. Как же я тут могла забыть. У меня как раз такая форма одежды. Я всех рада. Всех рада принять. Я думаю, эта территория обрабатывается. Насколько это серьезно, не знаю. Но читала вообще, что обрабатывают именно в Воронеже все парки, все посадки. Потому что люди везде ходят. Поэтому буду надеяться, ничего ко мне не прилезет, не присосется. Ой, как красиво. Боже, так стремно. Там кто-то шуршал. Боже, мужик. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...